А сейчас я хочу представить свою сегодняшнюю гостью. Это Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Юля. У нас накопилось много вопросов, и хочу начать с предвыборных. В какой-то веке мы можем обсудить что-то, что называется выборами. Насколько удивительным, спрошу и вас, удивительной для вас стала ситуация со сбором подписей Борису Надежде. Я имею в виду, конечно, очереди из россиян, которые пришли ставить эти подписи. Ну, это очень, конечно, приятный сюрприз, безусловно. Я думаю, что такого масштаба энтузиазма не ожидали ни с одной стороны, ни со стороны Кремля, ни со стороны оппозиции, ни со стороны, скорее всего, самого Бориса Надеждина. То есть это какое-то стечение обстоятельств, которое оказалось приятным сюрпризом для нас, неприятным для Кремля, ну и вот которое сейчас, скорее всего, закончится какими-то срочными мерами, которые администрация президента будет принимать, чтобы этот вопрос решить. Потому что, конечно, не дело. Вот такой фактически стихийный протест, что-то среднее между митингом в рамках этой очереди и компанией и так далее. В существующих политических реалиях это не то, что Кремль может себе позволить. Мы обязательно вернемся к вопросу, может ли себе Кремль вообще надежденно позволить на выборах. Но я хочу переспросить у вас, что вы понимаете под стечением обстоятельств? Что, по-вашему, повлияло на то, что эти очереди образовались? Я думаю, на это повлияло два года, даже, наверное, три года абсолютного вакуума с точки зрения политической активности. Ведь люди-то, которые три года назад выходили, когда Навальный приехал в Россию, протестовали на несанкционированных митингах, выходили несколько недель подряд. Те люди, которые год спустя выходили, когда началась война, они никуда на самом деле не делись. То есть они не исчезли, кто-то из них уехал, но не уехало их желание что-то делать и не уехал их интерес к политике. И те, кто остались в России, очень долго искали какой-то канал, по которому можно свои политические чаяния реализовать и при этом не сесть, что очень важно. Потому что все... Или даже не получить штраф, или не получить увольнение с работы, что тоже суперреальный сценарий. И ничего, никакого такого канала не существовало до момента объявления этой президентской, так называемой, гонки. И если что-то долго держать закупоренным, если не давать выходить этому воздуху никак, то, конечно, рано или поздно он где-то и как-то начнет просачиваться. Он не взорвался. Мы не увидели пока гигантских каких-то протестов, которые связаны с тем, что все эти настроения подавлялись на протяжении многих-многих-многих лет. Но вот мы видим, что очевидно все равно что-то просачивается, и все равно люди хватаются за любую возможность легальным, относительно безопасным образом сказать свою фи, сказать «нет» Путину, сказать «нет» вот этим псевдовыборам, которые на носу. И в первую очередь, конечно, сказать «нет» войне. Вот на самом деле нам из разных точек мира кажется, что это действительно такой относительно безопасный способ. Ну, сказать, высказать свое мнение в том смысле, что не может же Кремль наказать человека за то, что он ставит подпись и взять его на карандаш и сделать что-то такое. Но мои знакомые в Москве на полном серьезе обсуждают, очевидно, между собой и передают этот слух мне, что вот очередь занадеждена, и любое будущее проявление будет переписано, значит, этот список ляжет на стол ФСБ. И если я верно понимаю, все-таки поход в эту очередь, но если этот слух циркулирует, оказывается для людей очень смелым поступком. То есть, ну, представьте себе, если люди верят, что они завтра окажутся в каком-то списке ФСБ, все равно оттуда идут. То есть смелости больше, чем кажется. Настолько ли это безопасно, насколько нам кажется, давайте, из спокойных европейских стран? Если вы заметили, да, я использовала слово «относительно безопасно», но ровно по какой-то похожей логике на то, что вы описываете. Когда мы имеем дело вот с такой развивающейся диктатурой, а путинская диктатура развивается достаточно быстрыми темпами, и она вот берет эти новые высоты в плохом смысле слова достаточно часто и действительно невозможно со стопроцентной вероятностью предсказать, как будет развиваться эта система. Это хаос. Путин во многом управляет благодаря этой системе хаотичных репрессий, точечного вытаскивания кого-то из большой группы людей, точечных репрессий. Логика не всегда прослеживается. Почему, допустим, за такие зверские сроки дают за замененный ценник в магазине, да, никакой аналитик бы не предсказал, что именно ценник в магазине, на котором написано мельчайшим шрифтом, что-то вот про преступления, обратите внимание, или рассказывают там подробности какие-то про преступления российской армии в Буче, что это вызовет такой гигантский процесс и закончится восьмилетним сроком. Никто не ожидал, что из, я не знаю, сотни главштабов, которые у нас были в России, посадят именно этих людей, посадят именно Лилию Чанышеву, посадят именно Ксению Фадееву, и именно вот из этих городов этих людей в качестве показательного процесса выдернут. Поэтому, конечно, какие-то точечные репрессии против людей, которые сейчас публично и много участвуют в компании Надеждина, возможны. Ну вот мы имеем дело с такой системой, и мне не повернется язык сказать, что это на 100% безопасно. Но по сравнению со всем другим риск, конечно, маленький, и мне кажется, что... Этим нужно пользоваться. Особенно те люди, которые просто идут поставить подпись в рамках абсолютно легальной процедуры сбора подписей, абсолютно легальной процедуры допуска или недопуска кандидата, здесь риск настолько небольшой, что мне кажется, что это как будто... Он достаточно в этом сценарии оправдан. Я всю дорогу, пока Надеждин собирал наши надежды, да, и мы смотрели на очереди, как бы относилась к той группе людей, которая считала, что Кремль никогда не допустит Надеждина до бюллетеней, а мои коллеги, людям, которым я доверяю, и авторитету, которых политологически я доверяю, говорили о том, что такое возможно, что риск может оцениваться как незначительный, что Кремль может, значит, пустить его на выборы и сказать, сколько бы не собрал Надеждин, что он соберет полтора процента, один и три процента, как Ксения Собчак, и приравнять эти, как бы, результаты. К Собчак вернемся позже. Вы, по-моему, тоже считали всегда, что допуск Надеждина до бюллетеней невозможен. Почему вы так считали? Ну, я так считала и до сих пор так считаю, и сейчас выглядит все как будто там... Скорее наш с вами прогноз сбудется, чем наоборот. Как будто в начале, возможно, даже у Надеждина было больше шансов. Я думаю, что ситуация в том, что действительно там часть системы чуть-чуть подразболталась и вышла из-под контроля. Не полностью, но, ну, как бывает в механизме, какие-то шестеренки вот того, что задумал Кириенко, работают хуже, чем он ожидал. И эту гипотезу можно подтвердить простым наблюдением. Ведь мы можем зафиксировать несколько точек во всем этом процессе и попытаться понять, как администрация президента хочет, чтобы это выглядело. Вот в начале зачем-то попросили огромное количество пейковых кандидатов, Бабурина, Богданова и еще несколько человек. Попросили их собирать подписи и вот не клоунским форматом, что вот я просто объявляю, а потом не собираю и исчезаю. А они ж но не притворялись всю дорогу, правильно? Они приносили какие-то коробки в ЦИК, что-то там рассказывали, что они как будто это делали, они, естественно, ничего этого не делали, там даже адресов штабов не было указано. Но, тем не менее, они зачем-то там появились, их зачем-то попросили в этом поучаствовать. Видимо, возможно, первая схема Кириенко и администрация президента, первое видение выбора было такое. Вот три-четыре клоуна в бюллетене, три-четыре абсолютно бесполезных каких-то кандидатов. Нету лидера, соответственно, коммунистов, кто-то послабее, да, и менее узнаваемый. Ну, и в силу, естественно, причин нету лидера ЛДПР, вместо него там крайне отвратительный персонаж Суцкий. Но мы видим, что сразу после очередей Надежды на эту схему свернули. И всех тех людей, которые, очевидно, попросили поучаствовать в полном формате, создать видимость того, что этот масон Богданов и Бабурин собирают подписи, их откатили, и они достаточно таким, ну, стыдным и нелепым образом прямо в здании цикла сказали, мы тут принесли подписи, но, пожалуйста, новом удостоверении свое кандидатское брать не хотим, не регистрируйте нас, пожалуйста, мы поддерживаем Путина. И это, конечно же, является признаком того, что они по ходу подкручивают план и меняют из-за того, из-за того, что произошло. Не только с Надеждой, конечно же, но еще и с Донцовой, да, это тоже имеет смысл упомянуть. Это такое похожество, в одном ряду эти стоят события, эти феномены, этот энтузиазм. Увидели, посмотрели и поняли, что нет, рисковать не стоит. Возможно, там, какой-то клоун и фейковый кандидат в бюллетени может случайно триггернуть какую-то абсолютно ненужную им реакцию или какой-то там ненужный энтузиазм или еще что-то такое. Поэтому, мне кажется, что дело скорее в этом, в том, что энтузиазм вызванной компанией Надеждина, который в первую очередь связан не со штабом Надеждина, не с самим Надеждином, а с людьми, которые мгновенно во все это вписали, состояли на морозе в очередях, он, как мы говорили уже в начале, оказался сюрпризом. И даже если изначально Надеждин и был согласованным кандидатом, я говорю в очень широком смысле, я не хочу утверждать, что он входит на Старую площадь или еще делает такое, но вот если он был новой такой бюджетной версией Ксении Собчак, то сейчас уже, я думаю, что от таких игр они откажутся и все, что происходит, они указывают на то, что Надеждин не будут снимать, а выборы в марте, соответственно, будут проходить в таком очень ванильном формате, где возможность голосования за кого-то альтернативного Путина будет максимально ограничена. И мы, соответственно, вот в этом сценарии предлагаем перенаправить всю эту энергию, которая была направлена на Донцову, на Надеждина, на кампанию полдень против Путина, на физический приход на избирательные участки в определенное время, в 12, всем одновременно по всей стране. Это тоже какое-то действие, которое может логично встать в цепочку всех этих событий, и то действие, с которым администрация президента действительно не может ничего сделать при всем желании. Давайте тогда, если можно, немножко поясним нашей аудитории, почему, то есть что это, значит, в чем смысл этого следующего шага. То есть мы исходим, то есть как бы штаб Алексея Навального, команда Алексея Навального исходит из того, что Надеждина не будет в списке, что его не допускают на бюллетене, это некий следующий шаг к выражению своей протестной активности. Это полдень против Путина. Расскажите, как вы видите миссию и смысл этой акции? Да, смотрите, если вероятность того, что Надеждина не зарегистрирует, гораздо выше вероятность того, что его зарегистрируют. Если он зарегистрирован, супер, отлично, это значит, появляются мощности по наблюдению, это значит, у него появляется возможность присылать наблюдателей на каждый участок, возможность легально вести компанию, возможность где-то выступать и вот в рамках этих нескольких недель вести очень активную деятельность. Было бы отлично, но похоже, что так не случится. А люди-то никуда не делись, а желание что-то делать никуда не делось. Вот ровно те самые люди из очередей в штабах Надеждина, они не должны, и мне кажется, они не пойдут просто грустить у себя дома и расстраиваться по поводу того, что они зря постояли в очереди. Они будут искать какой-то другой способ, похожей манере выразить свой протест. И мы предлагаем им похожее, мы делаем им похожее предложение, по сути, потому что оно тоже относительно безопасно, даже, наверное, более безопасно, чем оставлять подпись за кандидата. Оно очень простое, и оно очень понятно. Если в Москве, условно, за Алексея Навального в 2013 году, много лет назад, еще тогда проголосовало больше, чем 600 тысяч людей. Понятно, что с того времени поддержка Навального росла, и у нас были более мелкие выборы, где Навального не было, например, Мосгордума, где там были сопоставимые цифры поддержки. И если мы просто всех тех, кто когда-то участвовал в умном голосовании, когда-то голосовал за Навального, когда-то выходил на те большие протесты, связанные с Мосгордумой, или совсем недавно стоял в очереди, чтобы поставить подпись Надеждина, если мы им предложим какой-то сценарий, который будет похож на то, что они уже делали до этого, нам кажется, что это сработает. Это такая форма, несложно назвать это одновременными, я не знаю, митингами, или флешмобами, или чем-то еще. Это немного новая активность, которая должна не только показать, что людей больше, чем кажется, а это ровно то ощущение, которое появилось от очереди Надеждина, я не один. Ну и еще вот прямо доказать, воодушевить людей путем того, что придя на участок, ты, возможно, там в этот час, в 12-17 марта увидишь кого-то, кого ты там не ожидал увидеть. И чтобы тех людей, которые, допустим, поддерживают нас в Москве, достаточно, если они все согласятся в этом поучаствовать, на что я очень надеюсь, достаточно, чтобы увидеть на каждом участке там полторы сотни или там 200 человек на каждом участке. И мне кажется, что особенно в тех городах, в которых есть ДЭК, электронное голосование, не забываем, что это будет очень важным инструментом по переписыванию результатов. Нам как будто нужно что-то предложить как альтернативу. Окей, вы нам переписываете все результаты, как это уже происходило на выборах Госдумы, но вот фотографию людей, которые одновременно пришли на сборочный участок, вы не перепишите и не зафотокопите. Всех не перефотошопите. Это невозможно. Да. Мария, это план понятен, он довольно буквальный и очень понятный и простой. Я, если можно, вернусь на шаг назад. Значит, мы с вами обсудили, что будет, если Надеждина снимут из списка вообще, что делать всем тем людям, которые встали в очередь и хотят поучаствовать в самом каком-то избирательном процессе. Но я хочу вернуться на шаг назад про Надеждина и почему он в каком-то смысле легитимное звено этой кампании. Представим себе, что его не снимают. Часто говорят о том, что Надеждин не Собчак. Но мне кажется, у каких-то людей возникает вопрос, а почему вы Надеждина считаете не Собчак? Почему тогда вы придумали так, а теперь вы придумали эдак? Мы просто должны вам поверить на слово. Вот я понимаю, скажите вы, как вы понимаете, почему Надеждин в сегодняшних обстоятельствах не Собчак и на него следует ставить, если его чудом допустят до бюллетеней? Ну, потому что Надеждин в этой ситуации это совсем не Надеждин. Это некий коллективный символ, большой символ того, что во время войны все равно возможно и реально каким-то образом коллективным голосовать, протестовать, выражать свое мнение и так далее. Времена все-таки сильно разные. Да и, собственно говоря, да и люди тоже разные, если уж так по сути рассуждать. С Ксеней Собчак была совсем заказная история. Алексей Навальный рассказывал, как Ксения до того, как объявить о том, что она будет выдвигаться президент и приезжала к нему домой, обсуждала это с ним и говорила, что ей предлагают какие-то огромные деньги за эту компанию и что он ее обязательно должен поддержать. Очень важна разница контекста между тем, что происходило тогда с Собчак и сейчас с Надеждином, потому что тогда Собчак была выдвинута как альтернатива Навальному. Тогда Навальный год ввел беспрецедентную кампанию, которую не видел никто и никогда в России ни до, ни после. Вы вспомните, мы начали вести президентскую кампанию Навального больше, чем за год и до президентских выборов. В 2018 были выборы, а мы объявили, что Навальный будет выдвигаться в 2016. И дальше эти турные, эти выступления, эти митинги Навального, которые запрещали по всей стране и в результате выступал он где угодно, от городского кладбища до опушки леса, а люди все равно приезжали, и все равно было много народу, и было холодно, страшно, но все равно поддержка была огромная. И Навального не зарегистрировали про беспредел. его уголовное дело, из-за которого якобы он не может участвовать в избирательной гонке, уже прошло все стадии апелляции, дошло до Европейского суда, Европейский суд уже отменил этот приговор. И динамика момента была совершенно другая. У нас был тогда кандидат, кандидат, который нравился миллионам людей, поддерживаем миллионам людей, кандидат, который с помощью краудфандинга собрал себе бюджет на большую компанию. Никаких сомнений в аутентичности и в честности компании Навального на тот момент не было. И администрация президента, чтобы решить этот вопрос, говорит, окей, мы вам Навального не дадим регистрировать, но возьмите Собчак. Ну это же, ну они же, посмотрите, они же там вот болотно-болотно или на Сахарова стояли на одной сцене. Но это же то же самое по сути. Она же будет говорить и делать все то же самое. Она же вот у вас там на дожди ведет на позиционном канале передачу. Это же все то же самое. И это такая вот махинация, подлог и настоящее спойлерство. Поэтому мы относились тогда к тем выборам в 2018 году совершенно по-другому. И мы агитировали за активный бойкот за то, чтобы люди поняли вот весь это, всю суть этой махинации, что кандидат есть, и он классный, и он может набрать много на президентских выборов. Но вместо этого нам предлагают пейкового кандидата, главная миссия которого мы увидели в самом конце, когда объявляли результаты, или это было какое-то мероприятие, другое протокольное, связанное уже после выборов, и Ксения Собчак к ней подошел журналист, попросил прокомментировать, вот как, что вы думаете по поводу результатов, по поводу того, чтобы там набрали один с чем-то процентов, или я уже не вспомню сколько, на что она, разведя руками, сказала, ну вот, увы, вот столько людей в нашей стране поддерживают либеральные идеи, идеи борьбы с коррупцией, и прочие такие идеи. Ну вот, к сожалению, так, и в этом, как бы, это ужасный месседж, да, это ужасное сообщение, это неправда, и это рукотворная неправда. Да, это не то, что соответствует действительности и так далее, и все-таки, ну, поэтому, конечно, мы не можем пронадежденно, если вдруг он не начнет выкидывать какие-то такие же фокусы, мы, конечно, не можем сейчас на этом этапе говорить такой же пронадежденно, что он делает то же самое, возможно, как мы, вот возвращаясь, к началу нашего разговора, возможно, такая была задумка изначально, да, но есть, да, есть на самом деле очень важный какой-то такой суммирующий фактор того, что вы сказали, есть много причин, была договорена с Кремлем какого уровня, договорена с Кремлем, как развивались события, как развивался допуск, не допуск, но есть один очень важный факт, вот мы с Марии Певчих считаем, что разница между Надеждином и Собчак заключается в том, что в той ситуации она была спойлером конкретного, существующего в реальности кандидата, а сейчас такого кандидата нет, в этом смысле Борису Надежду некого спойлерить, и это принципиальная разница между этими двумя событиями. Если можно, я перейду на следующую тему, ну, в смысле, не на следующую тему, а на следующий вопрос той же темы. Вы очень забавно ранжировали в одной из программ популярной политики всех оставшихся кандидатов, спарринг-партнеров Путина, а в том смысле, что Дованков, значит, моложе, и даже как будто, если ты не вдумываешься, похож на обычного человека, можно его спутать с кандидатом, вот, не с содержательным, но с таким вот, который умеет что-то такое складное, гладкое говорить, и что он более опасен для Путина, не знаю, в силу возраста, как писала Медуза, или в силу вот этой своей гладкости, а вот Сулутский, идеальный человек, полное отсутствие харизмы, и главное, очень плохая биография, приставал к журналисткам, даже, собственно, к Кремлю, это можно вынуть из рукава в любой момент. Вот, расскажите еще про это. Вот, что вы думаете? Слушайте, я удивлена тому, что в бюллетене окажется Дованков. Для меня, мне не очень стыдно, потому что я не стараюсь не делать политических прогнозов и не притворяться экспертом в электоральной политике, но чисто вот интуитивно, как обозревателю всего этого, мне казалось, что Путин предпочтет абсолютно пустой бюллетень, да, то есть его желаемая картина, это когда в бюллетене четыре фамилии, и он без обсуждения, без какой-либо дискуссии самый лучший, желательно еще самый молодой, если такое возможно, но как бы в 72 это уже достаточно сложно. И дальше мы начинаем, вот мы представляем, что мы вот этот условно собирательный путинский штаб, не дай бог, и начинаем собирать этот идеальный бюллетень. Зюганов не подходит, потому что мало ли что, у коммунистов исторически есть некий пласт людей, который их поддерживает на разных выборах, он там варьируется по-разному, это может быть, я не знаю, там 10% на президентских, до 20% на других уровнях выборов опасно, даже учитывая то, что Зюганов слово в слово повторяет то же самое, что говорит Путин, и точно так же поддерживает войну, и точно так же ненавидит Украину, и точно так же считает, что Россия должна захватить весь мир, а потом превратиться желательно в Советский Союз. Поэтому берут коммунистов, но как бы понижают их градус до Харитонова, до человека, которого уже один раз использовали в самых клоунских выборах, которые только были, где против Путина шли охранник Жириновского и Харитонов. Окей, подходит. Дальше ЛДПР. Расскажу вам историю о том, как я несколько раз звонила с помощью нашей агитационной машины. У нас есть такая штука, мы это используем в рамках нашей кампании «Россия без Путина». Можно подключиться к специальной программке, которая тебе выдает случайный номер в России и анкету. Ты звонишь, там поднимают трубку, ты просишь поговорить несколько минут, но как бы анкеты и вопросы сформированы таким образом, что они как бы наталкивают респондента на какие-то размышления, на какие-то мысли, связанные с политикой. Вот я звонила несколько раз и много раз слушала чужие звонки. Один из самых частых вариантов, которые я слышу, задавая вопрос «А знаете ли вы что-то об оппозиции? Слышали ли вы что-то об оппозиционных партиях? Какую и кого из оппозиций вы готовы были поддержать?» Самый частый ответ, который я слышу, это Жириновский. И не спасает меня даже аргумент о том, что он умер. Во-первых, многие почему-то не помнят. Не верят в это. Не верят в это. А другие говорят, ну да, но это вам просто пример. Вот был Жириновский, он был окей. Слуцкий уже нет. То есть очевидно у ЛДПР ЛДПР собирает себе тоже некий небольшой электорат, который во многом держался на харизме Жириновского и на желании сделать какую-нибудь гадость, показать фигу. Вот это электорат Жириновского. Слуцкий им не нравится. Я, к сожалению, Юля, к моему гигантскому сожалению, я подозреваю, что он им не нравится не потому, что он приставал к журналисткам и вел себя ужасно, унизительно и вот прям весь цвел и лоснился от того, какой он настоящий мужик, а то, как вот он, а что такого, что я там схватил за ляжку какую-то журналистку, а что такого, что я там предложил ей вместе пойти, скажем, мягко на какое-нибудь свидание или еще что-то, а что такого, что у меня там Бентли, Пентхаусы и все прочее, вот типа я такой, и он прям это видно, мне кажется, что часть его мерзости Слуцкого заключается именно в этом, в том, что он абсолютно беспардонен, да, вот он выходит весь абсолютно, то есть там живого места на Слуцком нет, он и коррупционер, и отвратительно себя ведет, и политика у него отвратительная, и партия у него говно, ну то есть все с ним, ну ты вот просто вот невозможно найти что-то хорошее по поводу Слуцкого, и поэтому выбрали его, и я готова спорить на деньги, что никто не сможет в этой странной викторине найти, найди хоть один плюс у Слуцкого, никто не сможет заработать ни одного очка, идеальный кандидат, оставляем, и в идеале я бы сказала, что нужен был, видимо, кто-то там, кто-то третий, ну чтобы не было три человека в, не было три человека в бюллетене, и вот в результате размышлений оказался Дованков, с их точки зрения не оптимальный сценарий вообще, но мы понимаем, что партия Новые Люди, это полностью подконтрольная партия, это полностью искусственный концепт, который скроен по лекалам оппозиционной партии, скорее всего, какой-то вот в том там партии Навального, это видно по брендингу, это видно по тому, как они что, и как они говорят, и как они выглядят, и какой месседж они посылают, да, вот, окей, есть новые люди, глава партии, новые люди, видимо, то ли не согласился, то ли тоже они порешали, что опасно, и выбрали Дованкова, который уже зарекомендовал себя замечательным статистом на выборах мэра Москвы, которые прошли буквально несколько месяцев назад, за ними почему-то никто не следил, мы за ними очень следили, вот там в том числе, вот я смотрела за деятельностью Дованкова, чтобы понять, да, вот как, какова задумка, да, это кандидат, который вот малые дела, возведенные там в квадрат или в куб, или еще как-то, вот, он всю свою компанию на выборах мэра Москвы построил вокруг шаурмы, я уже даже не помню, в чем там была ситуация, то ли она ему казалась невкусной, то ли он хотел стандартизировать соус, в который ее кладут, или мясо, или еще что-то, вот он всю эту компанию ездил по шаурмичным и рассказывал свою, абсолютно одну и ту же историю про шаурму, или там приезжал в какой-то район далекий московский, хоть случайно проходил мимо одного и того же дома, каждый раз, в каждом сюжете про него им встречалась козочка, и каждый раз они говорили, посмотрите, как удивительно, так близко МКАДу, а тут вот козочка ходит, и это как вот повторялось, ну, они придумали пять фокусов и решили эти пять фокусов показать всем, сначала в интервью у Собчак, потом в интервью у такой популярной ютюберши Алены Блин, которая обычно на такие всякие там более в Z-аудиторию уходит, вот, и в каких-то там еще роликах. Сейчас они попробуют сделать все ровно то же самое. Задача Дованкова с точки зрения Кремля, это просто быть маленьким и незначительным, и ни в коем случае не заходить за определенные линии. И я уверена, что он просто будет это то же самое делать, заигрывать, подмигивать, но при этом, конечно же, ничего не делать по сути. И нам всем очень важно помнить, что нельзя даже с Надежденным в один ряд ставить Дованкова, не то, что там с какими-то оппозиционерами-оппозиционерами. Это человек, который с каким-то даже особым статусом в Госдуме сидит, он то ли вице-спикер, то ли еще что-то, он вроде как бы статусный депутат, он голосовал за все законы, принятые в связи с войной, он голосовал за всю эту дичь с фейками об армии, с дискредитацией, с конфискациями, все, что связано с аннексиями новых территорий, референдумами и все прочие. Дованков находится под всеми видами санкций, как депутат, и это, ну, как бы давайте мы просто тоже чуть-чуть остудим, остудим пыл и будем помнить, что это всего лишь один из депутатов Государственной Думы. Он точно такой же, но просто в другой обертке. А вот теперь я действительно сменю тему, я вам задам теперь, ну, в общем, главный вопрос всегда нашего интервью, когда бы я его и у вас не брала, что известно сейчас про состояние Алексея Навального, его переместили из одной колонии в другую, на север, там, помимо прочего ужаса, еще и буквально очень холодно, что вы знаете о его состоянии здоровья, настроении и вообще быте? Мы знаем, к сожалению, очень мало, потому что вместе с переездом в удаленную колонию, там, параллельно с этим, вы помните, происходил процесс полного отрезания Навального от любой коммуникации. Это все началось с, ну, наверное, в первую очередь с посадки трех его адвокатов, с полного цензурирования переписки и с переездом в эту новую колонию, где не работает онлайн-сервисы, которые позволяли обмениваться, ну, хотя бы просто какими-то фрагментами, информацией о здоровье и получать ее относительно оперативно, естественно, через все эти зоны телекома и так далее, невозможно обсуждать никакие процессы, связанные с работой или с чем-то, что мы не хотим, чтобы узнали, потому что, естественно, все это читается и цензурируется. Сейчас Навальный находится по-прежнему в Харпе и он недавно был опять выдворен в ШИЗО. Я сбилась со счета 20 какой раз это, мне приблизительно кажется, что там счет подходит к 250 дням в ШИЗО, и я помню, как в начале своего срока Алексей писал в одном из постов, может, это даже, кстати, недавно было, он рекомендовал книжку Шарянского или рассказывал о том, что он ее прочитал и упоминал где-то там абсолютно мимоходом в тексте, что вот так удивительно, что это все так похоже на советские годы, на то, как давили в тюрьмах советских диссидентов тогда, и вот я читаю, что Шарянский провел 400 дней в ШИЗО и даже не могу представить такой ужас и кошмар, и как он выжил, писал Навальный какое-то время назад. И сейчас счетчик ШИЗО самого Навального неумолимо подходит к этой цифре тоже. ШИЗО, они везде одинаковые, это везде бетонная коробка, из которой нельзя выходить, в которой ничего нету, и в которой на весь срок тебе предлагается одна книга и все. А если эта книга каким-то образом, а если ты еще, допустим, хочешь Библию, как Алексей рассказывал на суде, то все, книга тебе больше не положена и газета тебе больше не положена. Будь добр, выбирай. Мы понимаем, что любой ШИЗО это ужас, мы понимаем, что любой ШИЗО это пытка, мы видим, что в Харпе, к сожалению, происходит все то же самое, что происходило во Владимирской области. Все причины, по которым его выдворяют ШИЗО один в один, они все выдуманы. Не представился по форме, не застегнул пуговицу, не закатал манжет. Это все абсолютно то же самое, но просто теперь на гораздо большем удалении. Наверное, может быть, где-то в каком-то мире, я и надеялась, что может быть, но все-таки новая колония, вдруг там какие-то, степень людоедства их будет меньше, чем степень людоедства людей по Мелехову, Владимире. Ну, нет. К сожалению, мы видим все то же самое. К сожалению, московские указания они слушают точно так же и по такому же беспределу продолжают оказывать психологическое давление на Алексея. Из той обрывочной информации, которая у меня есть, она, опять же, не напрямую через каких-то знакомых и так далее, он в порядке с точки зрения его морали и духа. мы видим, все-таки у нас есть шанс посмотреть на него на судах, это очень важно, и я каждый раз, когда вот есть эти заседания суда, даже учитывая, что Навального там показывают в экране телевизора по видеосвязи, да, и там почти ничего не видно, и почти ничего не слышно, и качество звука такое, я все равно каждый раз очень жду, потому что Алексей там рассказывает какие-то истории, как правило, он старается что-то сказать на политические темы по поводу последних событий, он там обсуждает новости, или если какой-то там политический момент соответствует, делает какие-то заявления, из этих в том числе процессов нам понятно более-менее о состоянии его здоровья, мы понимаем, когда происходит что-то критическое, мы понимаем, когда все более-менее спокойно, мы понимаем, когда, я не знаю, если возникает какая-то большая проблема с тем, что там мерзнет, или его не кормят, или еще что-то, вот это у нас небольшой, через эти жалобы, которые он непрерывно подает на ФСИН, мы вот из этих жалоб тоже, соответственно, делаем выводы о том, как к нему колонии относятся. Простите, пожалуйста, что без каких-то более оптимистичных и светлых новостей на эту тему, но вот такие такие сроки, реалии, такое время, и вот я сейчас на календарь посмотрю, вот 7 февраля, вот три года уже, три года уже такие, такие реалии. Я понимаю ваш ответ и понимаю, что других деталей у вас для нас нету. Я понимаю, что это вещи несопоставимые, но не могу вас не спросить, команда Навального пусть и не подвергается таким репрессиям, как ее лидер Алексей Навальный, который, в общем, остается примером невероятной жизнеустойчивости и какого-то такого крепкого духа, я даже не знаю, как сказать, а вот и того самого оптимизма, которого нам с вами в разговоре не хватает, вот Алексей его являет все время в каждом своем посте и видом в том окошке, куда вы смотрите. С вами случилось недавно, ну, это уже как бы комикс, да, но все-таки, может быть, он как-то влияет на вашу жизнь? Я хочу сказать о новой репрессии в отношении вас со стороны российского государства, о том, что вас заочно арестовали, влияет ли это каким-то образом на вашу, не знаю, бытовую жизнь, на вашу возможность передвигаться по миру, или это просто... Ну, безусловно, безусловно, это какое-то там создаст какое-то количество небольших раздражающих проблем, которые там связаны с тем, что, ну, понятно, что там существует теперь точно определенный набор стран, куда я поехать не могу, над которыми я пролететь не могу, и где меня там ожидают какие-то вполне реальные риски, связанные не только с тем, что, ну, мы находимся много лет в списке врагов путинского режима, но и связанные с тем, что формально теперь есть какое-то основание. Сначала это был розыск, а теперь это заочный арест по серьезным статьям. Меня арестовали за фейки об армии, но это теперь уже у всех есть, а еще за организацию экстремистского сообщества и за вандализм. Про вандализм не спрашивайте. То есть до сих пор никто не понимает, что конкретно мне вменяют. Там понятно, по-моему, что этот же вандализм меняют и Навальному, и кому-то еще, но вот когда начнется рассмотрение дела, тогда и узнаем, что такое я натворила. Но, конечно же, все эти мелкие ситуации, даже там, даже если бы они были не мелкими, это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит с теми людьми, которые остались в России, с теми людьми, которых посадили, конечно, речь о Навальном, но и о людях менее известных, о тех людях, которые работали у нас в штабах. И у меня никогда в жизни не повернется язык жаловаться не про какое неудобство, созданное мне, находящееся в относительной безопасности, пока Ксюша Хладеева, глава нашего томского штаба, Ксюша, с которой мы вместе снимали расследование про томскую мафию, ездили, когда мы в Сибирь, все вместе, всей командой, там нас встречала Ксюша Навального, собственно говоря, в этой поездке и отравили в томской гостинице. И это то, когда я последний раз Ксюшу увидела, собственно говоря. Вот пока она сидит в тюрьме под гигантским сроком и без возможности что-либо сделать, вы не услышите от меня ни одной жалобы по поводу того, что как-то моя жизнь стала менее комфортной или менее спокойной или менее приятной. Мы все в фоне борьбы с коррупцией абсолютно точно понимали, во что мы вписываемся и понимали риски, которые идут в комплекте с нашей прекрасной, очень интересной, очень классной работой. И одним из заданий, которые у меня есть на работе, одной из просьб и инструкций, которые мне оставил Алексей буквально в последний день, последний раз, когда мы виделись, когда он уезжал из Берлина в Москву вместе с Юлей Навальной, вместе с Кирой, вот этот знаменитый полет на рейсе Победы, одна из последних инструкций, которые он мне оставил, заключалась в том, чтобы я ничего не боялась. Это, Юля, не сложная инструкция, я ее очень хорошо запомнила и уяснила. И ничего не боюсь. Это была Мария Пьевчих, глава отдела расследований ФБК. Желаю нам и вам свободы Алексею Навальному и всем политическим заключенным, которые сейчас находятся не на свободе. Спасибо огромное за этот разговор. Это была программа Нюансы на телеканале Дождь. Меня зовут Юля Таратута. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин